здравствуйте мои дорогие любимые девчоночки сейчас мы с вами будем делать сапушки я использую кожу что я еще буду использовать картон клей и колодочки вот такие вот ну что приступим да страшно такая картонка ну простите пожалуйста простите сейчас в чистом месте это все отрежу и так делаем два сапога до левый правый поэтому делаем вот такую одну переворачиваем ведь она на другой у меня другой рисунок будет понятнее и комфортнее чтобы не запутаться сейчас я вырезаю паду я ее смогу а сейчас я вырезаю в общем мысль идет вперед что я смогу что не смогу толстый картон поэтому я его пока вот так отрежу далеко не убираем она пишу пригодится самое главное так мы будем эти сапоги делать на колодке поэтому самое главное расположить правильно кожу чтобы она у нас тянулась растягивалась то есть смотрим где у кожи где у кожи хорошо тянется вот так тянется так еще еще посильнее посмотри что-то на плотно так тянется да то есть вот эту штуковину я располагаю вот так по вот в общем вот так тянется да вот так я ее располагаю чтобы нам удобно было потом колодку туда вставлять так и пока мы ее приклеим а нет мужа не приклеим сначала сейчас опять мысль уходит вперед забегает вперед убегает вот эту саму по себе детальку просто рисуем вот таким вот образом вот я вот так даже положу чтобы у меня вот такую запчасть куда-нибудь можно было прицепить кожа все-таки дорогая поэтому ее надо экономнее расходовать вырезаем теперь идем на машинку больше кожа нам не нужно мы идем на машинку и строчим вот здесь вот которая у нас часть такая пологая мы ее отстрачиваем кожа как она будет сейчас строчится у меня очень длина стежка два с половиной миллиметра маленькая и начинаем ой как быстро можно было конечно поаккуратнее чуть-чуть что это такое вот что это такое белая съехала красота такая какая красота ну чтобы спешить в общем отстрачиваем одну детальку и вот здесь тоже отстрачиваем по краям поеду помедленнее можно без отстрочек это это я просто так захотела все машинка нам больше не нужно и отключая переключаемся на стул выкройка нам тоже больше не нужно нам нужны детальки берем клей я беру такой клей момент вот так складываем пополам отмечаем отмечаем серединку вот тут вот такой клей берем так здесь мы на лице отмечаем серединку кожа у меня где-то миллиметра два такая плотненькая и теперь мы эти серединки начинаем соединять и приклеивать прям сюда капаем немножечко иначе он хорошо приклеить и вот так вот присоединили и идем я даже начну вот отсюда чтобы потом капельку при посадить вот я ничего не срезала вот сюда чтобы край с краем совпал так как неудобно теперь стало в общем не надо чтоб край с краем совпадал просто вот так порядочку и приклеиваем все следующую сторону приклеим по порядочку а то потом не подлезть не опять приклеивать в общем если будет выходить что-то прям при посаживаем при посаживаем не нравится мне надо чуть-чуть если что повыше делать в общем почему-то середина не совпало вот отсюда сейчас начну приклеивать без середины просто вот так при посаживая чуть-чуть и вот сюда чтобы мы пришли прямо ровным тетелька в тетельку середина не помогла маленький просто такие ботиночки так и смотрим как они у нас пойдут принципе так нормально идут я бы еще бы немножечко сдвинула так сейчас берем стельку это у нас вот такая вот стелечка будет мы ее искать сюда будем сейчас приклеивать на тоже будем приклеивать так чтобы вот это все дело смотрела вот на одном уровне чтобы они были это на туда заклеим и при посаживаем чуть-чуть капельку я беру обычно уже клей приклеиваем пока только носик так приклеили посмотрели видите ушло слегка вот сюда его сдвинули обувь тут математический расчет нужен тютелька в тютельку вот они вот они теперь совпали и вот так они смотрятся хорошо так теперь вот эту мы приклеиваем вот сюда а вот эту мы пока креет не будем и сейчас будем туда колодку заталкивать запихивать вот он весь вот эта вся посадочка и вот сюда был хорошо распределить вперед она и так пошла так теперь ждем когда у нас слегка подсохнет этот ботинок и будем в него заталкивать колодку пока он сохнет мы подготовим колодочку берем колодку берем вот такую пищевую пленку один раз сделала без нее и у меня так сильно прилипла колодка просто намертво я еле отобрала да пришлось ботинок весь кухожий скукоживать его его вообще передернуло весь ботинок пока я вырывал эту колодку так что без пленки лучше не пробуйте это дело так берем где берем где он у меня берем любой крем вот любой абсолютно нет для рук зимний уход пригодился найти обмазываем всю колодочку надеюсь колодка засохла сейчас я вам пока она засыхает я вам покажу вот подошва есть я буду без нее делать потому что может быть у вас нет нет такой подошвы но она вот так вот это вся колодка когда высохнет когда уже мы все ее сделаем мы его так туда вставляем иголочкой под подмагнем и получается у нас вот такой ботинок в общем удобно очень удобно я вам ссылку дала где я заказывала 80 рублей по моему подошва от нас стоит но две штуки очень удобно мне нравится но мы сегодня с вами сделаем по-другому для этого сейчас мы ждем когда он засохнет застынет клей так берем вот такой клей пва и туда его на в нос прям туда его вот так капаем он там я как нужно берем какой-нибудь предмет у меня тут кисточка который уже засохла двадцать раз но и удобно делать вот такие вещи все там хорошенечко распределяем клей не на стельке а именно вот на этой части и туда заталкиваем сейчас все может отвалиться потому что не сильно приклеилась но нам надо ее туда затолкать очень-очень хорошо затолкать в общем вот таким образом затолкать вот это должно приклеено и быть поэтому подождите немножечко толкать пока не приклеить и вот это все хорошо сюда в общем вылезло вот ее должно прям вот колодку вот сюда вперед подвинуть ее а мы должны ее подвинуть тут у меня тоже отклеилась надо будет приклеить так ну и все и ждем когда это все дело подсохнет прям хорошенько ее туда затолкать вот и она стоит ждет пока первый ждет мы берем второй башмак он уже подсох уже я колодку вытащила но все туда нога хорошо кукольная входит берем картон я уже любой цвет беру перевернуть чтобы видно было и обводим ручкой обведу нужные карандаш и сейчас куда-то снова вот вырезаем потом еще разочек приложу так вкусно пахнет кремом убираем все шероховатости сколько шероховатости вылезло все это убираем теперь берем фоамиран я хочу чтобы у меня была белая подошва я взяла белый фоамиран и вот таким вот образом обводим будем вырезать мы будем вот где-то вот вот так побольше чем нарисовали подошву фоамиран классная вещь так теперь нам надо будет вот это вот дело все приклеить естественно чтобы приклеилось нам надо сделать вот такие вот уголочки пока у нас второй ботинок сохнет мы с вами делаем вот это все дело на втором ботинке то же самое все делаем так какой у нас с этой стороной все правильно вот сюда прикладываем берем клей вот кстати фоамиран он должен хорошо приклеиваться клеем как он пистолетом вот я так думаю что он прям благодатно должен приклеиться у нас с вами будет белая подошва и при этом сейчас посмотрим как пойдет дальше что мы будем дальше делать тоже держать надо клеем все таки моментом быстрее бы было ой не моментом а пистолетом если будут углы здесь видны то мы сделаем другой ход другой шаг посмотрим как приклеится пока пальчики свободны надо их задействовать пусть держат здесь пока там держат вот уже готовенько так ну так из-за курзама тоже получится но без колодки то есть там будет уже носик такой приплюснутый не очень-то красивый так что смотрите лучше делать из можно из замши сделать красота будет я из кожи сделала так вот она подошвить она какая получилась такая вот треугольная значит придется закрывать ее и так мы вот это все дело сейчас приклеим он даже вылезла на почему она вылезла так теперь приклеиваем эту подошву к башмаку вроде бы не велидаем все было хорошо ну по-моему как вылезла не учула я с амиран потому что толстенький то есть у него что какие-то есть края ну ничего теперь мы сейчас возьмем это вырисовалась теперь мы берем сам фоамиран берем ножик только может нас спасет тут прям очень-очень аккуратненько надо действовать берем ножик и берем штучку и линейку еще надо взять коврик нам нужно коврик берем фоамиран так как он не получится у нас отрезать его ровно ножничками поэтому мы будем его резать где-то сантиметр вот так сантиметр и сантиметр вот таким вот образом сразу длинненькую полосочку на два ботинка я думаю хватит мне если резать ножницами то может получиться не очень-то ровно и красиво так руки бы еще теперь вот так складываем эту полосочку таким вот образом тоненький получается такой хорошенький о чем я вам говорила помните в слепонах вот такая полосочка получается у нас и мы ее начинаем приклеивать когда все хорошо приклеится мы ее начнем приклеивать вот отсюда с внутренней части вот так вот так вот так натягивая вот так у нас получится кстати такая же подошва как это белая только своими руками из подручных средств чувствуете берем только нужно очень сильно натянуть и сначала вот тут приклеить их друг другом вместе вот так в одном месте раз приклеили на пол плохо правда склеивается ну ничего больше руки приклеиваются еще разочек ее туда прям так ну и начинаем тут накопаем клеем в одном месте соединяем чтобы по нашлу по краю подошва не вылазила ни за какие края сейчас я чуть-чуть подержу тут не хочет приклеиваться и вот эту мы натягиваем прям хорошо натягиваем если я сейчас отпущен он не может даже съехать так и не хочет приклеится я возьму сейчас и здесь тогда еще намажу клеем чуть-чуть так капельку чтобы она при натягивании вот так раз прилипала никуда не девалась идея хорошая но для этого надо чуть-чуть постараться прям совсем малость капельку подержать там клеились и тут удалить пальцем прям ее вниз тянем она все хочет съехать наверх вот тут мы ее загибаем двойную делаем тоже чтобы никакие края не вылазили чтобы у нас получалось ровненько ровно с подошвой тут это участок как намажу держатся так не приклеилась подошва еще мы тут паримся в общем спешить нельзя фоамиран он долго приклеивается сейчас пока закрою клей будем с вами ждать ну в общем красота получается сейчас на куклу одену на куклу прекрасно залазить все вот этот клей надо будет потом от убрать он хорошо убирается или как она отклеилась все на глазах просто просто на глазах я утянула его съехал ладно не спеши сейчас можно пока посмотреть где обрезать будем отметить пальчиком будем бум с ноготочком и вот здесь можно будет поставить как называется это липучка липучку вот вот сюда прилепить сюда прилепить ну в принципе она никуда и не девается можно и так оставить сапог вот так слегка раскрытым как вам сапоги из фоамирана не нужны никакие подуши русский человек всегда найдет выход если купить не на что мы сделаем сами вот эти мы тоже две склеиваем клей много не надо то он выползет сейчас у нас сейчас он возьмет и выползет так потянуть надо чтобы она совпало чуть-чуть покороче отрезала все теперь ждем когда она все прилипнет тут растянула сильно потом подрежу подождем аккуратно прям до белая подошва белая все такое закрыли с вами все тут вот не закрылась у меня на перетянулась все погрешности закрыли мы фоамираном получилось вот такая туфля сейчас возьму куклу есть одно ой ой не в ту сторону вот так он одевается в принципе прекрасно прекрасно сидит просто хорошо сидит меня мне нравится вот тут вот тут сейчас опять уходит надо будет вернуть вот и стоит отлично главное знаете не катается не катается по столу вот это пластиковая подошва все супер супер девчонки успешного вам творчества делитесь что у вас получается тоже интересно мне просто интересно все мои хорошие пока пока